МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Только новости культуры". Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В художественном музее скоро откроется выставка или инсталляция гения европейского концептуализма Браца Дмитриевича. Это событие мирового масштаба, ведь с работы художника видела вся планета. От Парижа и до Нью-Йорка. И для нас большая честь принимать такого гостя в студии. Встречайте. Браца Дмитриевич. Классик европейского концептуализма. Он родился в Загребе, живет и работает во Франции и в Хорватии. Дмитриевич стал известен благодаря своему проекту «Случайный прохожий», в ходе которого он размещал фотографии обычных людей на улицах мегаполиза, на билбордах, стенах домов. За последние 30 лет Дмитриевич реализовал около 500 выставок-инсталляций во множестве музеев мира, включая галерею Тейт в Лондоне, Лувр в Париже и музей Гугенхайма в Нью-Йорке. Участвовал в Венецианской биеннале, биеннале в Сан-Пауло, Сидне и Гаване. Его выставку в парижском зоопарке посетило более миллиона человек. Братсио, здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Людмила. Людмила Ферсонская, переводчик нашего сегодня интервью. И заранее уже спасибо вам за помощь в нашем общении. Какими судьбами вы у нас? Догадываюсь, что, возможно, Марат Гельман поспособствовал тому, что вы в Одессе. Почему вы здесь? Я думаю, что это было, наверное, Марат Гельман, кто вывозил вас сюда, пригласил вас сюда? Да, я работал с Маратом на несколько раз. Мы делали в Москве 10 лет назад, или сейчас немного больше, и тогда он был очень инструментал в организации у меня в музеуме Санкт-Петербурга, который был, как будто бы долго-другой мечтой, потому что я был в основном использовании работы русского авангарда в 20-х годах. Да, я, в общем-то, работал с Маратом, работал с ним на разных выставках, в разных проектах. В принципе, первая работа была где-то 10 лет назад, наверное. И вообще это очень инструментальный человек, который значительно помог в организации моей выставки в музее Санкт-Петербурга. Это была моя давняя мечта. Мне хотелось поработать с авангардистами. В общем-то, эта мечта воплотилась. Вы были утром в художественном музее, наверное, осматривали залы, пространство. Какое вы решение приняли? Это будет инсталляция или это будет выставка? Это будет выставка в музее Санкт-Петербурга. Вы видели этот музей, этот музей, эти петербурги. Итак, какая вы решение? Это будет инсталляция? Это будет выставка? Что вы хотите сделать там? Это будет, наверное, несколько инсталляции, используя мастерпицы Одесса-музеума. И моя идея была, всегда, чтобы показать культуру города, чтобы показать контекст, в котором эти работы были сделаны. И, в общем-то, в общем-то, в том, что я изменялся, что я изменялся, и принялся положение, который, в том числе, Я думаю, что, скорее всего, это, наверное, будет инсталляция с использованием каких-то картин Одесского художественного музея. В принципе, я вообще хочу показать культуру города, хочу подчеркнуть контекст, как работы вписываются в контекст. Где-то в середине 70-х я понял, что очень интересно быть одновременно и художником, и куратором своих собственных работ, и антропологом, то есть представить вот такой вот синтез. Да, Иосиф, чтобы закончить немного твою ответственность, твоя вопроса, что я начинал в середине 70-х, используя мастерпицы из музея. Первые были две работы Кандинский, из Национальной Галерии в Берлине, которые я вкладывал в моем работе. И это работа я называю триптикс, и, в отличие от исторических триптиксов, которые имеют центральный лево и лево панели, в моем триптике все это первое, второе, второе и третье, в то же время. Ну, в общем-то, я хочу еще закончить ответ на ваш вопрос. Я начал работать в 70-х, вот в таком направлении, то есть я брал какие-то шедевры, картины известных музеев, скажем, одна из них, это была работа Кандинского из Национальной Галереи Берлина. И, в общем-то, я работала в стиле триптиха, ну, как любой триптих построен, то есть есть центральная фигура, есть фигура слева и справа, я представляла первую, вторую, третьи фигуры как бы одновременно. То есть я беру шедевр, показываю великую картину, рядом находятся какие-то повседневные объекты, тут же находятся какие-то фрукты, то есть вот такая вот была концепция показать это все в едином синтезе. Спасибо. И я могу показать зрителям, у нас есть видеоролик выставки в галерее современного искусства Турина, 2016 год. Да, о чем мы говорим? Творчество братца Дмитриевича. Покажите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Братца Дмитриевича в гостях у нас в студии художник концептуализма. И Людмила Херсонская помогает нам с переводом. Грандиозные впечатления производят фотографии с проекта «Случайный прохожий» на фоне, например, Триумфальной арки в Париже. Откуда пришла эта идея? Субтитры сделал DimaTorzok Пассерба, особенно на фоне, на фоне, на фоне, на фоне. Как это произошло? Да. Первое, чтобы сделать небольшой комментарий на этот фильм из Турин Музеума в Италии. Эти большие фотографии были первыми на фасаде здравоохранения разных стран, как Загреб, Милан, Париж, Нью-Йорк, или Белград. И эта идея пришла, потому что у меня было слишком много историй в моем детстве. Поэтому я хотела создать что-то, что будет параллельно с этой истории. И параллельно с этим так называемым «белградом» есть маленький человек. И мы видим, что роль определенных артистов в истории уже полностью изменилась. Первый пример, если мы говорим о Греко, он не знал за 5 лет, и тогда он был лучшим артистом из последнего ренессанса. Тогда, если мы говорим о Николае Тесла, никто не знал о Николае Тесла. Сегодня он был главным инвентарем из последнего ренессанса. И «Кафка» не было ничего в его жизни. И теперь он был главным, или один из двух, или три главных писателей из последнего ренессанса. Таким образом, мы видим, как эта позиция изменилась. Как молодой ребенок я очень уверен этого. И я хотел сделать что-то об perceпции разных креативных аспектов человека и человечества. Ну, еще буквально пару комментариев той выставки, которую мы увидели. Я хочу сказать, что вот эти вот работы, они то, что увидели в Турине, это висело на фасадах больших зданий сначала в Загребе, в Милане, в Нью-Йорке, в Белграде, во многих других городах. Что касается ответа на ваш вопрос, откуда появилась вот эта вот идея случайного прохожего, я думаю, что, в принципе, это связано с историей моего детства. Еще в детстве я понимал вот эти вот вещи, я понимал, что есть такое вот представление о большом человеке, о маленьком человеке. Мне хотелось провести параллели, потому что маленький человек это не всегда человек, который в итоге не станет большим. В принципе, я хотела показать, что роль художника в искусстве, она в целом вообще меняется. Если взять, например, художника Грека в 5 лет, вообще никто не знал о нем. Мы сейчас его называем величайшим художником Ренессанса. Никола Тесла тоже человек, который был малоизвестен. Сейчас они много говорят, это был гений своего времени. То же самое Кавка, работы которого никогда не публиковались сейчас, не публиковались при его жизни, но сейчас это один из великих писателей двадцатого века. То есть, я думаю, что мне хотелось просто показать, как вообще меняются позиции, насколько все относительно, насколько относительно представления о большом и маленьком человеке. для меня. Для меня. Для меня. в нашем доме, но для меня лично, и я предстояю, что субъективные историки более важны, чем генерал, что в школе гвардия нашего школы и спортсмена был человек, который рассказывал замечательные истории, и он никогда не получил Nobel Prize, и для меня он более значительный, чем эти два Nobel Prize победители. Я еще должен сказать, что я встречал очень интересных людей благодаря своему отцу, который был, в общем-то, известным художником. Я встречался и общался с Ива Андричем, Нобелевским лауреатом, Жан-Полем Сартром, и я, в общем-то, понял, что субъективная история в каком-то смысле, она значительно важнее. Я сейчас с удовольствием вспоминаю истории, которые были услышаны на школьной площадке. Я вот думаю, почему мальчик, который рассказывал эти истории, не стал Нобелевским лауреатом, хотя это было так здорово и интересно. Тем не менее, вашу выставку в зоопарке увидели миллион человек, я думаю, даже больше. И, кстати, сразу же я задам вопрос. На вашем официальном сайте заставка является именно та фотография, которая расположена сзади нас. Почему вы выбрали именно этот кадр из видео? И, конечно же, хочется услышать саму концепцию соединения животных и объектов искусства. Но, конечно же, эта фотография, которая вы создавали, она была видна более миллион человек, наверное, и на вашем официальном сайте, есть эта фотография, которую мы сейчас имеем в виду, как наш сзади. И моя вопроса является, почему вы выбрали эту фотографию, и какой концепт behind this combination of animals and art objects? И, конечно, я думаю, что это очень сложный момент, но я попытаюсь сделать это коротко. Я думаю, что самый сложный момент в человеческом истории или предыстории, это неолитический. И я думаю, что эти интеллектуальные и физические способности мужчины были использованы для максимума. Те, кто были подарены, чтобы делать муральные риски в ковре, они сделали это. Те, кто были для хранения, они должны быть хорошими хранцами. И те, кто были способны рисковать, делали риски. И поэтому, в этом特е фотографии называют «Мемория детства», но это не так, что вы видите двое из моих портретов, «Перемия и скульптуры», это я, с возрастом 4 и 5, это действительно «Мемория детства» относится к детству человечества. Ну, я думаю, что для любой, для человечества вообще это, наверное, один из таких вот важных моментов истории, история эпохи неолита, когда физические и интеллектуальные способности человека, видимо, использовались по максимуму в то время. То есть, если человек имел способность к рисованию, он просто что-то рисовал на стенах пещер, если это был хороший охотник, этот охотник охотился. И я думаю, что во многом этому, конечно, способствовали вот мои воспоминания детства, то есть, мне хотелось даже вот в моих работах, где представлен я в 4-5-летнем возрасте, это как бы символ вообще детства человечества. И сегодня мы имеем ситуацию, где иногда люди, которые не лучшие артисты, делают в музеях и галерриях, и люди, которые не лучшие хантеры, приходят в зону от зону. Ну а сегодня я думаю, что мы часто встречаемся с такой ситуацией, что не самые лучшие художники выставляются в самых лучших музеях мира. И одновременно мы видим, что плохие охотники возвращаются домой с пустыми руками. То есть, как бы вот человек не совсем, не то что на своем месте, но не может, не до конца не максимально использует свои способности. Вот я хотела это показать как кризис человечества. Поняла. Вы впервые в Украине и в Одессе, в частности, правильно ли я понимаю? Ну да, я большой путешественник, но приезжаю только когда меня приглашают. Да, вы родились в Сараево, учились там, потом переехали в Англию, затем во Францию. Чем обусловлен был этот выбор? Это были какие-то политические соображения или так было удобнее просто с артистической точки зрения, как художнику было проще находиться в центре, что называется, арт-тусовки. Вы родились в Сараево, затем вы переехали в Англию, в Францию. Что было behind all of that? Были они просто потому что политические ситуации, а были они просто потому что это было артистическое search, потому что артист должен быть где-то прямо в центре артистической жизни? В основном это было связано с тем, что я хотел выйти на максимально большую аудиторию и в этом смысле Лондон очень было такое хорошее место для начала. Наверное, рано еще спрашивать о тех впечатлениях, которые вы почувствовали, находясь в нашей стране, но возможно что-то вы уже заметили для себя и можете свои наблюдения озвучить, находясь в Украине. Я думаю, что это немного позже, чтобы спросить ваши впечатления здесь в Украине, но, возможно, вы можете рассказать какие-то ваши первые впечатления. Ну, первые впечатления хорошие. Мне кажется, что я пришел вчера с очень несколько часов спрашивания, и мы все еще были очень поздно с ночью, обсуждали с моими друзьями из музея, и с их друзьями, которые пришли также из других частей Украины. И я думаю, что хорошая предупреждение для создания – это хорошая дискуссия и хороший взаимодействие. Ну, в общем-то, приехала я только вчера. Впечатления, конечно, хорошие. Я просто мало спал. Мы очень долго вчера обсуждали с друзьями какие-то идеи, какие-то мысли. Это были мои друзья из музея, это были их друзья из Украины. Я считаю, что вообще очень хорошо иметь какую-то вот такую дискуссию, возможность что-то обсудить, прежде чем ты что-то создаешь. Конечно. Если, на что называется, говорить в общем, уже обобщать, то каким основным посылом, какой основной месседж или сообщение вашего творчества? Если мы пытаемся генерализовать, какой основной месседжей вашей креативности? Что вы делаете? Ну, есть несколько месседжей. Но мой начинственный момент, скажем, отличный от других артистов, я думаю, что моя основная месседжа приходит от ступидности. И для меня, как работа гениуса, это нормальная. Но, что я не вижу нормальной, когда кто-то опозит этой генерализации и гениусской работы. Так что я пытаюсь реагировать к контрактам, которые существуют в арт-мелье, и также к определенным контрактам, которые существуют в сообществе. Так что это легко говорить мне о основном и о начале, вместо сказать о месседжах. Месседжей в общем, хуманистической. Ну, месседжей у меня, наверное, несколько. Я могу сказать, что является как бы основным таким стартовым моментом того, что я делаю. Ну, вот, например, в отличие от других художников, я могу сказать, что мое вдохновение, оно идет от чьей-то как бы глупости, человеческой глупости. Потому что я вот считаю, что, например, работа гения – это совершенно нормально. А то, что другие, а то, что для меня, например, нормально, и другие называют, например, гениальной работой, мне это кажется, ну, немножко вот странным. То есть я хотел показать вот это вот противоречие не только в среде художников, но и в жизни общества. То есть вот это вот основное. И вместо того, чтобы говорить как бы о месседжах, я все-таки считаю, что лучше вот сфокусироваться на таких отправных пунктах. Какие приметы времени вы замечаете, и что вам в них нравится, а что нет? Вы ведь наблюдаете за обществом и людьми. Какие сигналы времени вы заметили? Что вы любите об этом времени и об изменении времени? Потому что вы вы наблюдаете, вы слушаете людей, вы слушаете общество. Какие сигналы этого нового времени? Какие функции вы можете... Ну, вы понимаете, вы понимаете, что мы живы, в том, что мы живы, в может, более консервативных временах чем в 30 лет назад. Но, если вы хорошо понимаете, из художественной истории и художественной движения, и я наблюдал это и фокусил мой интерес уже с начальника 16-го века. Вы видите, что всегда есть два пика и два какого-то университета социальной и искусства. Я думаю, что мы все молодцы чтобы ждать на следующий вид изменения. И если мы видим 10-20 годы в арте, и в середине 50-60 годы, и в середине 60-70 годы, мы видим такие пикации креативности. И также есть натуральный и для того, чтобы иметь эту небольшую пикацию или кризис, и так далее, мы должны быть боевыми. Я хочу сказать, что, в принципе, мы живем более-менее в такие консервативные времена, как мне кажется, чем жили даже 30 лет назад. Но, с другой стороны, если вы знаток истории искусства, если вы знаток движения в искусстве, то вы, конечно, не можете не видеть вот эти вот пики и падения и в искусстве, собственно говоря, и в обществе, которое всегда сопровождает человечество. То есть, в каком-то смысле, мы еще молоды, мы можем ждать, что просто будут другие перемены, что-то придет новое. Ну, вот как, например, в конце 60-х, вот появление концептуального искусства, какие-то пики в творчестве, а потом падение. То есть, что-то вот в таком роде. Это правда, что вас вдохновляли русские авангардисты, и в том числе работы Малевича? Нет, я вдохновлялся из артистов, но я думаю, что он один из трех лучших артистов 20-х годов. И вместе с Марселом Дишаном и Рене Магридсом у нас есть очень радикальные примеры для кубизма, у нас есть дата, и с Магридсом у нас есть очень хорошие примеры для совместированного реализма. Так что я также рад, что Малевич был в Украине, и я думаю, что он был главным. И я всегда смотрел на возможности работать с его художниками, и я делал несколько инсталлений в центре Помпидуре с Блэк-Кроссом Малевич, который был уже в 1980, но это огромная возможность потом приехал в Санкт-Петербург из этой экзабиции, которую мы говорили, которую Марат Геллман организовал. Ну, я могу сказать, что меня, в общем-то, вдохновляет искусство в целом. И, конечно же, Малевич – это один из трех, так сказать, вот, столпов трех великих художников 20-го века, включая Дишан и Магридта, то есть вот, наряду с кубизмом и Дада, Малевич, который работал в стиле такого сюрреализма, меня еще, в общем-то, вдохновил тем, что я узнала, что он родился в Украине, и мне вообще была очень всегда интересна эта фигура. Мне хотелось что-то сделать, какую-то инсталляцию с его работой. И вот одной из таких инсталляций была инсталляция в центре Помпиду. Я взял тогда работу «Черный квадрат». И опять же, если говорить об авангардистах, для меня важной была выставка, о которой я сказала с Маратом Гельманом в Санкт-Петербурге. Да, и вы говорили в одном из своих интервью, что в детстве вам и в голову не приходило, что вы станете художником, вы увлекались спортом, затем математикой, и только уже после увлечения наукой пришли к искусству. А что подтолкнуло к этому? Почему вы все-таки пошли по стопам своего отца-художника? У нас есть старый просьб, который Марсел Дишан, который сказал, «Дэм, как художник». Так что, я начал понять, когда я был ребенком, что я не могла экспрессировать всю мою философию через художник. И тогда я пробовал другие пути и возможности. другие пути и другие дороги. Но когда я нашел способ, когда это было пионерное время для концептуальной артии, чтобы я могла экспрессировать свою философию через различные медиумы, инсталляции, и так далее, тогда я думал, что это, опять же, имеет значение быть артистом. Ну, я думаю, что многие говорили об этом, Марсел Дишан, в том числе, я начал понимать, что я, например, еще в детстве не могу выразить себя только в рамках искусства, то есть только средствами искусства. Поэтому были сначала какие-то поиски. Но со временем я просто понял, особенно вот с приходом в концептуальное искусство, что есть очень много возможностей просто себя выразить, выразить свои какие-то философские представления, философское восприятие жизни. О чем вы мечтаете в данный момент? Что вынашиваете как творец, как художник? Презент, what are you thinking about? Like, what ideas are you carrying as an artist? What do you plan to do? Well, it is only wolf that changes his skin, but not the soul. But I won't change neither, so. The wolf changes the skin? There is a proverb. Really? Okay. That wolf can change the skin, but not the soul. Ну, есть такая поговорка, что волк линяет, то есть он может поменять, как бы, шкуру, да, но он не может поменять свою душу, в этом смысле, наверное, я остаюсь, то есть я такой же волк, то есть я могу что-то поменять сверху, но я не могу изменить то, что внутри меня. Я хотела бы вам задать вопросы, возможно, более такие уже личностные, интересно, что называется, и в таком ракурсе увидеть вас. Если бы вы могли описать себя в трех словах, то какие бы вы выбрали для этого глаголы или существительные? Три слова! Может быть, какие-то вопросы, чтобы помогать нашим зрителям увидеть какие-то личные аспекты из вас. Если бы вы себя описали в трех словах, то какие бы эти слова были? Это очень сложно. Может быть, courage, дарение и дарение. Дарение, дарение и дарение. Ну, я думаю, что, наверное, это были бы такие слова, как мужество, дар и, ну, смелость, отчаяние. Если описать ваше творчество тремя словами, то что бы это было? Если бы это было бы то, что бы это было бы? в твоей креативности, трех словах, то что бы это было бы? Это еще более сложнее, но... Еще бы труднее. Я бы, наверное, сказал, что это просто очень длинные секунды в истории человечества. Спасибо. Ваш любимый цвет? Your favorite color? Favorite color? I like blue and red. Синий и красный. Спасибо. Я люблю задавать этот вопрос, чтобы избежать каких-то ситуаций неловких. Правда, задаю я его обычно в самом начале. Вам задам уже почти в финале нашего интервью. на какие вопросы вы устали отвечать. Возможно, какие вопросы журналистов вас порядком раздражают. Еще одна вопрос, которую я бы хотел задать, но обычно я задаю эту вопрос в начале интервью, а теперь почти в конце. Какие вопросы журналистов, которые вы пыли и пыли? Какие вопросы интервьюеров, которые вас вредят? Я не имею никакого. Например, я говорю несколько языков, но мой немецкий очень плохой. Но если, в моем открытии, в какой-то немецком музеуме кто-то задал мне какие-то слабые вопросы, тогда мой немецкий становится слабый. Так что, тем более провокативнее вопрос, тем лучше это. Но я не имею никаких выбор, все вопросы очень хорошо. Ну, у меня, в общем-то, наверное, нет таких вопросов. В общем-то, у меня все, как бы, вопросы, добро пожаловать, что называется. Я могу только сказать, что я свободно владею несколькими языками, но хуже всего, наверное, немецким. Так вот, если на открытии моей выставки кто-то задает мне вопрос на немецком языке, и это очень глупый вопрос, то мой немецкий вдруг становится очень беглым, и я очень легко и хорошо отвечаю. И я думаю, что, как бы, здесь, ну, вот, нет каких-то вопросов, которые бы я не приветствовала меня, абсолютно никакие вопросы не раздражают, меня все они устраивают. А что насчет вопросов об источниках вдохновения? Я думаю, что режиссер – это лучший дирижер, лучший проводник законов Вселенной. Очень красиво. Да. Опишите свой идеальный день. Can you describe your ideal day? У меня, Ах. Ах. Один из моих самых важных эмоциональных моментов, генеральных и арт, генеральных, в немецком, когда мне свободы совершили образацию в the LaScoe, в Кове. Осковное, за 25 лет воедино, в разных администрациях. И тогда, один день, я был декоративом французского министра Джек Ланг, и я сказал ему дискретно, что моё желание было показать, чтобы сделать экзибицию в Ласкоу-каве, который был первым хаббитом человеческим, или один из самых старых, который был проработан в мире. Так что, я был позволен ходить туда, и я был готов, чтобы сказать несколько слов в ласковом французском, но я остался голосовым, когда я вступил в этот поле, который не очень большой. Так что, я был позволен остаться там за два часа, я сделал десять изображений, и тогда я был прав, чтобы пригласить десять гостей за два часа. И это моя сильная эмоция и очень важный момент. И, наконец, официальное разрешение, и мне разрешили представить десять работ, и это длилось два часа. Два часа проходила выставка, но когда я только попала в эти пещеры, то есть, когда мне наконец разрешили туда, так сказать, доступ, то я просто немела от совершенно восторга и удивления. Наверное, это был самый яркий момент. О, человечество, вот это вот маленькое это пространство, темное, с удивительными совершенно рисунками на скалу. Да, спасибо, очень интересная история. Очень интересная история. Да, если бы у вас появилась возможность задать вопрос своему любимому художнику, то кто бы это был и какой вопрос вы бы задали? Если бы вы могли выбрать сверхспособность, то что бы это было? Наверное, это была бы способность дематериализоваться. Дематериализоваться. А что имеется в виду? Что бы, в общем-то, почувствовать себя большей частью космоса. Да, потому что, как физический человек, я сейчас связан с вас тоже, с табли, с этой комнатной комнаты, с этой телевизионной камерой. Но я думаю, что, если бы это было только моего художника, то я бы больше связан с космосом. И я думаю, что все, которое мы действительно имеем, это направлено от этой космической энергии и метафизикой. И иногда мы слишком много связаны с различными материалами. Ну, во-первых, просто, конечно, я имею в виду, что вот я бы хотела бы дематериализоваться в том смысле, что вот сейчас я материальный, я здесь сижу, как бы я зависим от своего тела, и я присутствую вот здесь, вот рядом с вами, в этом пространстве, вот среди этих камер. А если бы здесь присутствовал, то есть только мой мозг, и это было бы нечто, ну, как бы не совсем материальное, то, наверное, это было бы как-то мне проще и легче, я бы чувствовала себя большей частью космоса. Я думаю, что вообще это очень важно для художника, для любого человека, вот эта вот метафизика, космическая энергия, то, что человек получает из космоса и одновременно ощущает себя частью этого космоса. Что ж, огромное спасибо за беседу, за ответы, и я обязательно буду в художественном музее, чтобы увидеть, что же вы сделаете совместно с Александром Ройбурдом, что это будет, инсталляция или выставка, посмотрим, и встретимся там. Спасибо. Спасибо большое за эту прекрасную поговорку, за что пришло сюда, за эту конверсию, и я обязательно приду к этому музею, чтобы увидеть, как вы сделаете, что вы сделаете с Александром Ройбурдом. Я надеюсь, что это видеть, и спасибо за что-то здесь снова. Ну, мы должны благодарить Александром Ройбурдом, и я надеюсь, что это будет очень вкусно. Ну, я хочу сказать спасибо Александру Ройбурду, хочу сказать спасибо музею, я думаю, что это будет интересный в итоге проект, и самое главное, что я хочу сказать, что если художник стоит во главе музея, художественного музея, что это вообще всегда прекрасно для музея, это лучшее, что может быть. С нами были братца Дмитриевич, классик европейского концептуализма, Радмила Херсонская, переводчик, для вас работала Саша Курень, до свидания, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова